Это было июнь 1997 года. Я помню, мы подошли вот сюда. И он мне начал с того, сказал, Володя, вот это окно и вот то, эти два окна, это окна в ту квартиру, где мы жили. Его же сюда, Эльдар Александрович, его в этот дом, когда он родился 18 ноября 1997 года, то его сюда принесла мама. Владимир Витих дружил с Эльдаром Рязановым больше 20 лет. Друг семьи он хорошо знал, как тепло относился режиссер к родному городу. О том, чтобы открыть в этом месте музей в Самаре заговорили еще в августе прошлого года. Сейчас в Рязановской квартире расположился офис департамента управления городским имуществом. По соседству – жилые помещения. С их собственниками ведутся переговоры по переселению. Планируется полностью воссоздать интерьер старой квартиры. Вдова Рязанова обещала передать в дар личные вещи режиссера. Концепцию музея глава Самара Олег Фурсов поручил подготовить в ближайшие месяцы. Какой-то рабочий надо создать, разработать концепцию, чтобы регулярно встречались с обменением изменений. Обязательно примите участие в разработке концепции сквера. Значит, тоже нужно понимать, что это объект такой будет у нас. И мы в мае должны этот сквер уже видеть. Пожалуйста, быстро все разработайте, согласуйте и начинайте. По цифрам, которые называют сейчас, музей будет занимать не больше 120 квадратных метров. Это примерно половина первого этажа этого здания. Но у авторов идеи планы куда более грандиозные. Они хотят, чтобы музей занимал два этажа. Это позволит не только восстановить облик старой квартиры, но и сделать выставочный зал и кинозал. А еще в Самаре может появиться уже в этом году сквер Эльдара Рязанова. Сейчас здесь фактически парковка. А в будущем могут зазеленеть деревья. И именно здесь могут поставить памятник Эльдару Рязанову нашему земляку, режиссеру, любимому по всей России. Валерия Макарова, Максим Гусев. События. Продолжение следует...